МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие школьники, знатоки православной культуры, вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помощь. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня мы познакомимся с командой Александра Полищук из Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки города Симферополя. Близко к финалу наш республиканский конкурс на таков православной культуры «Зерно истины». И на турнирной таблице, которая сейчас перед вами на экране, видно, что среди команд уже появились явные лидеры. И я надеюсь, что в течение этого месяца мы узнаем победителя нашего конкурса. Ну а сейчас встречаем участников команды. Александр Полищук, Таврическая гимназия имени святителя Луки номер 20, Симферополь. Мария Юдина. Тихон Якушечкин. Алина Федорова. Юрия Лободина. Тихон Бородин. Исайя Павленко. И сейчас я представляю капитана команды, это Александр Полищук. Напомню, что нашим знатокам предстоит ответить на 7 вопросов. Время обсуждения на каждой 1 минута. Вопрос выбираем при помощи кнопки выбора вопросов и, соответственно, программы компьютерной выбора случайных чисел. Первое задание для своей команды определяет Мария Юдина. Вопрос номер 2. Вам попался телевизионный вопрос, который к нам прислал наш постоянный телезритель, автор вопросов, профессор, доктор исторических наук Андрей Вячеславович Ишин из города Симферополя. Внимание на экран. Уважаемые знатоки! Известно, что Спаситель накануне своих крестных страданий установил величайшее таинство Церкви, таинство Евхаристии. Внимание, вопрос! А совершал ли Спаситель это таинство после Своего воскресения из мертвых? Что об этом говорит Святой Евангелие? Время на обсуждение 1 минута! Он ел хлеб, но было ли там вино? Да, я не помню. Когда он нашел хлеб, он преломил хлеб. Да, он преломил хлеб и тем доказал, что он жив. А, да, получается. Была ли совершена Евхаристия? То есть хлеб, это значит вино. Сделал ли он это после Своего воскресения? По-моему, он сказал, как бы его нужно так поминать, скажем так. Да, ну, то есть, чтобы так делали, а не чтобы он так делал. А потом, когда он, допустим, встречался с апостолами, такое происходило? Может, с Возвитой очень недазначен, на самом деле. Нет, с Возвитой, это не хаинство. То есть принятие вина и хлеба. Хлеб был... Тело и кровь Христовая. Это можно считать Евхаристией после... Да. В какой степени, да. Мне кажется, что он полный лично не делал. Мне кажется, это неоднозначно. Он сам лично этого не делал. Нужно сказать, что нет, но установить у меня ситуацию с хлебом. То есть про то, что сказано в Евангелии. Итак, истекло время для обсуждения. Я, кстати, забыл напомнить нашим знатокам и уважаемым телезрителям, что сейчас у нас в студии находятся представители клуба знатоков православной культуры, зерно истины, и один раз за всю игру команда может взять помощь зала, помощь клуба. Эта помощь может продлиться не более 20 секунд. То есть если, конечно, команда, находящаяся в съемочной студии, сможет помочь в выборе ответа, то она сможет это сделать. Ну, тем не менее, Александр Полищук, капитан команды, будет ли у вас ответ на этот вопрос? Ответа на этот вопрос даст Лободина Юлия. После своего воскресения Иисус Христос встретился со своими апостолами и преломил хлеб. Но самой Евхаристии не состоялось. Может быть, вы скажете, с кем из учеников он это совершил? А у вас была эта версия. Кто-то из вас называл имена учеников. Может быть, вы напомните, с кем из учеников встречался Господь? Он встретился с Лукой и Клеопой. Внимание на экран. Это был телевопрос, напоминаю. Внимание, правильный ответ. Евангелие говорит, что Спаситель совершил это таинство в селении Имаус, где явился двум ученикам апостолам от 70 Луки и Клеопе, которые узнали его в преломлении хлеба. 1-0 в вашу пользу! И второе задание сразу после удара гонга выбирает для своей команды Тихон Якушечкин. Вопрос номер восемь. Итак, Тихон, вы сейчас выбирали вопрос для своей команды. Какие, вы знаете, хорошие традиции славянского народа? Ну, у нас православная страна, и я думаю, можно назвать традицией то, что большинство населения ходит в церковь достаточно регулярно. Ну, что же, замечательно. А я бы еще добавил водить хоровод на Пасху. Была такая народная традиция. Катание на качелях, катание яиц в пасхальный день, ну, крашеных, да? Ну, и много-много других. Внимание, вопрос, как вы догадались, связанный со славянскими традициями. У некоторых славянских народов существует традиция изготовлять то, что в Испании называют белен. В него входят, в частности, шесть фигурок людей. Белен – это испанский вариант топонима. Через одну минуту назовите его общеизвестный вариант. Время. Так, топоним, шесть человек, общеизвестный вариант. Шесть фигурок людей. Шесть фигурок людей, да. Можете знать, что это с Рождеством? Да, да, да. Возможно, это с Рождеством. Три волхва, Богородица. Да, это может быть вертеп. А, вертеп. Вертеп, да. Вертеп, там у нас был Иисус Христос, Бога Матерь, Иосиф и Три волхва. Как раз шесть человек, и получается вертеп. А пастух, который я первым видел? Пастухи. На иконах мы изображаются пастухи. Хорошо. Давайте досрочно. Скорее всего, вертеп. Дальше, вертеп, да. А сколько успеваем досрочно? Нет, уже не успеваем. Не успеваем. Ну, давайте еще версии подумаем. Еще какие версии? Шесть фигурок. То есть, шесть фигурок. Пасха подходит. Пасха по-любому. Пасха, да, не подходит. То есть, это должно быть более утиральное, да. Традиции славян. Славяне делали вертепы. Это были шлема маленькие бураганчики, в которых разыгрывалось представление. Это чисто славянская традиция? Еще, возможно, в домах устанавливали вертепы. Итак, уважаемые стандаки, ваше время истекло. Кто же ответит на этот вопрос? Скажет нам Александр Полищук, капитан команды. На этот вопрос отвечу я, капитан команды. Мы считаем, что это вертеп. А там еще про топоним спрашивалось. Что такое топоним, кстати? Помните из географии? Ну, как это? Место. Ну, правильно я буду сказать, наименование. Ну, да, наименование. Географического места. Кстати, о каком-то топоним, о каком географическом месте идет речь? Это город Вифлеем. Белин – это миниатюрная сцена, изображающая рождение Христа. Фигурки Иисуса, Иосифа, Марии, Три Волхва у некоторых славянских народов. Его, как вы справедливо отметили, называют вертеп. А речь идет о городе Вифлееме. 2-0 вашу пользу. Алина Федорова, ученица 9-го Б-класса, выберет сейчас следующее задание для своей команды. Алина – редактор школьной газеты, увлекается рисованием, пишет стихи о ее любимом писателе Рэй Брэдбери. Вопрос номер 5. Перед тем, как озвучить вопрос, я вначале хотел бы узнать у всей команды, вы можете ответить все вместе, что символизирует церковная свеча? Веру. Да, символ веры. Символизирует веру, символизирует молитву. Надежду, возможно. Ну, достаточно много символик. А теперь, внимание, вопрос. От Натальи Сергеевны Кириленко из города Ялты. У многих людей бытует мнение, что свеча, поставленная за упокой живого человека, принесет беду, а то и близкую смерть этому человеку. Через одну минуту вам следует опровергнуть это суеверие. Время. Потому что у Бога все живы. Для Бога все живы. Просто для Бога все живы. А, да, точно. Все, берем на срочный? Да. А я берем на срочный ответ. Да, есть такая возможность. На вопрос ответит Югина Мария. Наша команда считает, что потому что у Бога все живы. Даже если кто-то и поставил свечу о упокоении кого-либо, значит, он пожелал этому человеку, Царствие Небесное. Не так ли? Не об этом ли молимся мы, а усопших? Каждый из нас понимает, что Царствие Небесное – это спасение, это вечная жизнь. Поэтому, когда с таким суеверием некоторые сталкиваются, можно только порадоваться, что кто-то пожелал вам спасения и жизни вечной. Ну, а уж совсем окончательно и бесповоротно, как считает автор этого вопроса Наталья Сергеевна Кириленко, это суеверие развенчивается цитатой из Евангелия от Луки, 20 глава, 38 стих. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». 3-0 вашу пользу! А сейчас я объявляю музыкальную перемену. Для вас поет Арнеги Мельянцева «Крылья ангела». Встречаем! Ты капля света, образ темноте. Ты – голос ветра, имя в пустоте. Я же видела крылья ангела, Ночь себя звала, сердце ранила. Я б за тобой пошла, Если б могла. Я бы плакала, я бы верила, И крылья ангела я примерила, Если б могла. Если б могла. Ты рядом, деда, Но не види мне. Ты – воин неба, На чужой войне. Я же видела крылья ангела, Ночь тебя звала, Сердце ранила. Я б за тобой пошла, Я б за тобой пошла, Если б могла. Я бы плакала, Я бы верила, И крылья ангела я примерила, Если б могла. Если б могла. Я же видела крылья ангела, Ночь тебя звала, Ночь тебя звала, Сердце ранила. Я б за тобой пошла, Если б могла. Я бы плакала, Я бы верила, И крылья ангела я примерила, Если б могла. Если б могла. Если б могла. Если б могла. Если бы могла Если бы могла Напомню, счет 3-0 Пока в пользу знатоков Юлия Лободина выберет сейчас Четвертый вопрос для своей команды Юлия учится в 11 классе Занимается рукоделием Любит читать, ходить в походы Изучает историю И мечтает написать книгу Юлия, а какую книгу вы хотели бы написать? Научную, художественную? Скорее всего, художественную Вопрос номер один И это выносной вопрос Встречаем! Так, Юлия, вы выбирали вопрос Что это вам такое принесли? Нам принесли пасхальный кулич И веточку вербы А вот как бы вы, Юлия, еще ответили на такой вопрос На который многие затрудняются дать ответ? Что было первым? Яйцо или курица? Это философский вопрос Пусть этим занимаются философы Понятно Вы пока не философы? Пока что нет Ну, как вы поняли Ну, как вы поняли Может быть не про яйцо Может быть не про курицу Но про первенство Уж точно будет сейчас вопрос От родительской сборной Города Алушты Ибо они являются авторами Этого задания Которое вы выбрали сейчас Для своей команды Итак Одно из них изделие Но первое растение В силу каких обстоятельств На Руси Эти два символа Православных праздников Могли соединиться вместе В один день Время Одна минута Если люди Путают Ну, я думаю, что путают Скорее всего То есть это должно соединиться Во-первых В силу каких обстоятельств Возможно Когда веру пытались искоренеть Люди стали путать Пасху Знаете, вот когда освещают Ну, корзиночку с куличками Там всегда Тебя-то в вербочку хранят Это просто Это все равно Смешивают Они их освещают Символы Потому что Потому что Умажала версия Что пытались искоренеть Какой-нибудь Обычий И люди стали путать В этом месте Возможно Я думаю, что это скорее Нет, я не думаю, что это связано Все равно На Пасху сидят все И яйца, и куличи, и верба Это связано с тем, что по сути Праздник един Хоть он и растянут Долгое время То есть тем более Верба долгое время хранят Это тоже можно У кого есть Вопрос В силу каких обстоятельств Изделия и растения Эти два символа Объединились в один день Либо люди Они неосерковленности Людей Да В силу незнания людей Об обычных И не думают Вред А как еще по-другому Можно сказать А вдруг Так можно сказать Я не знаю Скорее традиция Традиция священия Нет, нет Возможно на Пасху Все равно Все на священном Итак Капитан команды Кто ответит на этот вопрос На этот вопрос Отвечу я, капитан команды Скажите, пожалуйста Уважаемый Александр А доводилось ли вам Когда-нибудь Печь куличи? К сожалению Нет, не доводилось Ну может быть Вы видели Когда-нибудь Как это делает Кто-то другой? Также нет Жаль Очень жаль Я надеюсь Что если вы верно думали То вы услышали В моих вопросах Небольшую подсказку И все-таки Хотелось бы узнать ответ На этот пасхальный вопрос Возможно, что куличи Было принято печь В день вербного воскресенья А вы знаете Когда вербное воскресенье? За неделю до Пасхи Ну представляете Если бы все куличи Пекли вербное воскресенье Во-первых Никто бы На службу в храм Не попал бы На вербное воскресенье На вход Господний в Иерусалим Ну а в-третьих За неделю Они уже достаточно Обрели бы Ну не совсем Съедобный вид Скажем так Итак, внимание Правильный ответ Веточка вербы В процессе приготовления Кулича Вставлялась в тесто Для того, чтобы кулич Получился правильной формой Кроме того По веточке Изнутри кулича Выходил углекислый газ И кулич пропекался полностью Также веточка Служила индикатором Готовности кулича Если она сухая Значит кулич уже готов Правильный ответ Таким образом Веточка вербы Часто использовалась Для выпекания Пасхальных куличей Телезрители торжествуют Победу Они заработали Первый балл Счет 3-1 Пока еще в пользу знатоков Пятое задание Для своих друзей Выберет Тихон Бородин Тихон учится В 11 классе Таврической гимназии Номер 20 Свидетель Луки Города Симферополя Увлекается радиоэлектроникой Рыбалкой Туризмом Видит в мире Все только Прекрасное Вопрос номер 4 Один за всех И все за одного Это значит Что кто-то один Сейчас останется За конкурсным столом А пока вы выбираете Кто Я выйду к вам За конкурсным столом Останется Лободина Юлия Итак, Юля Когда-то Уже доводилось тебе Быть в этой ситуации Один за всех И все за одного Да Где это было На городском туре На городском туре Ну а вообще в жизни Тоже приходилось Полезное занятие Полезное, но сложное Но сложное Ну что же Тяжело в учении Легко в бою Да Пожалуйста Я сейчас скажу одно слово А ты добавишь второе Всесвятая Благородица Согласен Ну можно еще сказать Всесвятая Это панагина Да Ответ принимается Как правильный Команда Что вы стоите Команда испугалась Пожалуйста Выбираем второй вопрос Однажды Когда Господь Взошел на гору Фавор Это произошло День преображения Господня Он взял с собой Туда Еще и учеников Как ты помнишь И вот Один из учеников Так Себя Благодатно Чувствовал На этой горе Что не хотелось Даже уходить Это был ученик Петр И он предложил Сделать Господу Нечто Чтобы не уходить С этой горы Фавор Что предложил Сделать Петр Господу На горе Фавор В количестве Три экземпляра Итак, вспоминаем события преображения Гору Фавор Христа Где находиться Иногда Вот на востоке бывает День жаркий А ночь холодная Это уж такая подсказка тебе Возможно построить Из веток Шалаш И там остаться Да, это называлось Только не шалаш А кущи Сделали три кущи Одну Господи тебе Одну Илье Другую Моисею Ну что же Команду Давайте поддержим Так И третий вопрос Выбираем Я скажу А ты продолжишь Одним словом Ну так как уже было Псалмопевец Псалмопевец Надо имя назвать Псалмопевец Ну слово псалмопевец Тот кто поет псалмопевец Ну поет Составляет Возможно апостолы Нет Псалмопевцем был Давид Давид Псалмопевец Автор Псалтырь Псалтырь Давида Ну что же Ваш представитель Достойно сражалась Давайте ее поддержим Не удалось Дать правильного ответа К сожалению Сейчас на этот вопрос Поэтому счет Становится Давайте посмотрим На монитор Счет становится 3-2 Пока еще Вашу пользу Телезрители Заработали еще Один балл Я желаю вам Больше уверенности При ответе На последующие вопросы Ну и желаю Чтобы они Ответы Были правильные Ну что же Я смотрю Что вы Немножечко Подустали И поэтому Объявляю Музыкальную Перемену Для вас Так больно Музыкальную А это А это Всего лишь Гроза Музыкальную Музыкальную Воевать Вот я Бегу По войне Я кричу Я молюсь И за солдат И за белую Белую Русь Падаю В семь Васильков Закрываю Глаза И Просыпаюсь А это Всего лишь Гроза Вот я Бегу По войне Я кричу Я молюсь И За солдат И за Белую Белую Русь Падаю В семь Васильков Закрываю Глаза И Просыпаюсь А это Всего Лишь Гроза 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 Напоминаю Счет 3-2 В пользу Знатоков Православной Культуры Из команды Александра Полищук Таврическая Школа Гимназия Номер 20 Имени Свидетеля Луки Город Симферополь И Шестой Вопрос Выберет Для Своей Команды Исайя Павленко Исайя У вас Такое Древнее Библейское Имя Что Оно Обозначает Если Я Не Ошибаюсь Спасение Посланное Богом Исайя Учится В 9 А Классе Таврической Школы Гимназия Номер 20 Увлекается Историей Программированием И Настольным Теннисом А вот Какой Вопрос Он Выбрал Для Своей Команды Вопрос Номер 11 Этот Вопрос Задает Нам Постоянный Телезритель Нашей Передачи Методист Отдел Образования Запорожской Епархии Кто-то Помнит Из команды Какое Драматическое Для Церкви Событие Произошло В 1054 Году Раскол Церкви На Православную Католическую Совершенно верно Ну как вы Догадываетесь Это еще Был не сам Вопрос В 1578 Году Престарелый Архиепископ Милана Карл Барамео Причисленный Католической Церкви Клику Святых Пошел Зимой Из Милана В Шамбере На поклонение Святыне Которую Почитают Не только Католики Но и Православные Христиане Чтобы избавить Старца От Перехода Через Зимние Альпы Святыню Вынесли Ему Навстречу Встреча Произошла В соборе Святого Иоанна Предтечи Иоанна Крестителя Итальянского Города Где Она По благословению Того Владыки Покоится И до Настоящего Времени Имеет Общемировую Известность И получила Название Одноименное От города Который Ее принял О каком Городе Идет речь Или о какой Святыне Идет речь Время У нас Венеция Венеция Возможно Больше Других А что это Вообще Венеция Это произошло После раскола Так как Он сказал Что почитает А Венеция Когда была Я уже Слышал Подобный вопрос И там тоже Был ответ Венец 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 От города Венеция Эта вещь Хранилась В этом храме До раскола И она Хранится там До сих пор Венеция Хранится А Венеция Не Ноттердам Хранится Нет Ноттердам Де Париж Ну Сейчас Ну Там сказано Что он хранится До сих пор Они встретились В Венеции Получается Венеции Нет Чем А что Какое еще Может быть Частичка Креста Может быть На котором Распяли Частители Ваше время Истекло Буквально За несколько секунд До начала Сигнального гонга Прозвучал Правильный ответ Но я не знаю Услышал ли Капитан его Уважаемый Капитан команды Александр Полищук Кто ответит На этот вопрос На этот вопрос Ответит Мария Югина Наша команда Считает Что это Обрус Понятно Который Хранится В каком же Городе Итальянском С этим же Названием Речь идет О городе Турин Который Принял Площаницу Туринская Площаница Это Общеизвестная Мировая Святыня Известна нам И сегодня Счет становится 3-3 Телезрители Выровняли Счет Со Златаками Седьмой вопрос Выбирать Не придется А почему Да потому Что это Вопрос На заданную Тему Который Подготовили Для вас Ваши Друзья Аснатоки Православной Культуры Из отряда Братства Православных Разведчиков Следопытов Петропавловского Собора Города Симферополя Внимание На сценическую Площадку Алло Да-да У меня Есть один Метод Что 15% Меня эта сумма Не устраивает Я собирался Получить Около сотен Миллионов А что Есть еще один Метод Меня он Вполне Устраивает Да-да До встречи Здравствуйте В эфире Вечерние новости Печальная правда Облетела наш город За считанные часы Сегодня Скончался Очень влиятельный Предприниматель Один из богатейших Людей мира Известный как Икс По словам очевидцев Накануне он был Энергичен и весел Даже заключил Очень Успешную сделку И получил Большую сумму денег Но увы Деньги ему уже не помогут Сегодня утром Он не проснулся Уважаемые знатоки Отрывок Из какой притчи Мы вам напомнили Уважаемые знатоки У вас время Одна минута Это очень похожа на притча О кому-то богатом Притча О неразумном Богатый собирал Построил новые склады Собирал Потом О неразумном Обогаче Или неразумном Как же она Неразумный Он неразумный Неразумный Богач Как она называется Точно не О богатом Лазарева Нет Там был еще один персонаж Что-то еще Или люди Может быть Еще ситуация Очень похожа Он договаривался О том Чтобы у него было Больше денег Но на следующий день Он не проснулся И Та же самая Да Зачем Ты не проснулся Неразумный Богач По-моему Небогач Может Он земледелец Или Если Он не земледелец Он ответит на свои Вы что просто Расскажете именно О притче Ты помнишь Точно Я тоже помню Ну по-моему Да Нет Ну название Скорее всего Да Итак Время истекло Капитан команды Кто же ответит На этот вопрос На этот вопрос Даст ответ Павленко Исайя Мы с командой Решили Что это Притча О Неразумном Богаче Я могу Пересказать ее Ну хотя бы Кратко напомнись Ну да Один богач Собирал Хлеб Если я не ошибаюсь Пшеницу И у него Ее было Очень много И необходимо Было построить Новые Здания Для хранения Но После того Как они Были построены И Пшеница Была там Собрана Бог Сказал ему Что Сегодня ночью Ты умрешь И Все твое Богатство Пропадет Так как Ты собирал Не для Бога Неразумно Богател Давайте Узнаем У ваших Друзей Из отряда Православных Разведчиков Следопытого Петропавловского Собора Города Симферополя Что они На самом деле Хотели вам Показать Мы показывали Притчу О богаче Строившем Житницы И таким образом Вам удалось Опередить Телезрителей На один балл Счет Становится 4-3 В вашу пользу Уважаемые Снатоки У вас есть Несколько секунд Для того Чтобы вспомнить Сегодняшний вопрос И выбрать Самый лучший Из них В это время Представитель Совета Старейшин Протерей Алексей Эстапов Скажет Кто сегодня Был лучшим Снатоком Православной Культуры Про Куличик Про Куличик Самый прикольный Самый интересный Самый интересный Вопросом Для нас Был вопрос Про Вербу И Баскальные Куличи Дорогие друзья Дорогие ребята За вами Очень интересно Было наблюдать Вы хорошо Играли Хорошо Обсуждали Вопросы Но Самым лучшим Знатоком Вашей команды Мы хотели бы Объявить Отважную девушку Юлию Лободину И вручите Вот эту книгу Православный храм Готерея Григория Григория Дзеченко В ней вы найдете Ответы на вопросы О том Что находится В православном храме Что такое Колокольный звон Какой он бывает Священнические одежды Ну и все прочее Как устроен Православный храм В общем Она вам очень Полезна будет В вашей дальнейшей жизни Бог в помощь Ну и надеемся Что Юлия Поделится знаниями А может быть И даст почитать Эту книгу Членам своей команды Что позволит Им помочь Подготовиться К новым конкурсам К новым достижениям И к новым свершениям В нашем ресталище Интеллектуальном Знатоков Православной культуры Зерной истины Уважаемые телезрители На сегодня Наши знатоки Постарались дать Правильные ответы На ваши вопросы Которые К сожалению Уже завершились Поэтому Члены клуба Будут с нетерпением Ждать Ваших новых писем С новыми заданиями Пишите нам по адресу Российская Федерация Республика Крым Город Симферополь Почтовый индекс 295.0.11 Улица Героев Аджимушкая 9 Дроп 11 Редакция Конкурса Зерно истины Также сейчас Перед вами Наш адрес в интернете www.знатоки.artox.ru Ну а на сегодня все Вопросов больше нет Ангела-хранителя Всем вам До свидания Не забудьте На следующей неделе Включить телевизоры На нашем канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok